Нововведения ЕГЭ-2014 не коснутся выпускников и их родителей, сообщила начальник департамента образования региона Наталья Буракова. Структура КИМ останется прежней. Неизменны два обязательных ЕГЭ, время проведения экзаменов и уровень сложности заданий. Новшества будут только на этапе организации. В каждой аудитории обязательно должно вестись видеонаблюдение, быть установлены рамки металлоискателей. Также на экзамене будут сидеть проверяющие из других городов, следить за тем, чтобы процедура была максимально прозрачной, а результаты объективными. В этом году ребята, которые пронесут на ЕГЭ мобильные или другие электронные устройства, не будут иметь возможности пересдать. Сертификат о сдаче будет действовать 4 года, но на руки его выпускник не получит. Также в этом году сокращено количество пунктов приема экзамена с 70 до 38. Количество аудитории осталось то же самое количество, практически оно не изменилось. У нас изменилось количество пунктов при проведении экзаменов. Школы, да. Во-первых, это только школы. У нас в этом году нет учреждений профессионального образования. С чем это связано? Конечно, с тем, что сократилось количество выпускников в этом году. И, во-вторых, определенные требования к пунктам проведения экзаменов.